Все начиналось как в мелодраме. Двое парней повздорили из-за девушки. Закончилось настоящим триллером. Массовая драка и убийство. Место действия – Студгородок на Алексеевке. Халид стал невольным свидетелем роковых событий. Иностранец рассказывает. В вечер трагедии шел домой. Видел, на местном стадионе дрались около 70 человек. Парень говорит, ребята долго кричали и выясняли отношения, пока не приехала милиция. Это было между русскими, азербайджанцами, туркменами. Там было очень много людей. И драка была очень-очень масштабная. В драке погиб 24-летний туркмен. Он был студентом медуниверситета. В общежитии рассказывают, причиной потасовки стала девушка. Якобы студент из Туркменистана оскорбил знакомую другого иностранца – выходца из Таджикистана. Там на нее сказали, что она плохого поведения. Ну, а тот парень, которого убили, сказал. И на него налетели. Оба парня жили в общежитии от медунивера. Погибший учился на шестом курсе. Студенты вуза рассказывают, в тот день ребята повздорили еще в холле университета. А выяснить отношения договорились вечером. Они бы завчера вроде бы приехали в университет и начали как-то… Началась драка. Только они тогда не стреляли, ничего. А там ребята их разлетели и вышли. И они потом бы ехали, ну, там говорили, что бы ехали к нему домой, там вообще бы. И стреляли там, то есть возле его дома. О случившемся правоохранителе узнали около 12 ночи. Пострадавшего отвезли в неотложку. Однако спасти жизнь парню медикам не удалось. По словам милиционеров, студента ударили по голове, он потерял сознание и упал. Это были студенты, у которых сложились на бытовой почве неприязненные отношения из-за девушек, в результате чего они вышли со своих общежитий и произошел их конфликтной ситуации. В процессе дальнейшего работы по данному уголовному делу были установлены лица, которые непосредственно участвовали в данной драке, которые наносили телесные повреждения нашему потерпевшему. Подозреваемого в убийстве уже задержали. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы.